Хранить чистоту души и мира Божия вокруг нас. Этот завет дал Творец еще первым людям, поселенным в раю. Но из тех самых незапамятных пор до нашего времени святая обязанность человека — беречь природу, как Божий дар, как источник различных благ и дивно устроенной гармонии. В наши дни, когда экология стала одной из наиболее острых проблем, об этом особенно часто приходится задумываться. В Донской столице накануне как раз обсуждали такую тему. Слово нашим коллегам из телестудии «Дон православный». Непрерывный парк вдоль реки Тимирник — мечта каждого ростовчанина. Правда, воплощать ее берутся немногие. В издательском доме «Евромедиа» прошел круглый стол, где участники инициативной группы по реабилитации реки Тимирник поделились своими наработками, результатами и опасениями. Как говорят специалисты, запасы пресной воды в мире истощаются. Если начать правильную работу с ростовскими экосистемами прямо сейчас, то можно успеть избежать катастрофы. Готова общая дорожная карта, которая предполагает перечень основных мероприятий по реабилитации реки Тимирник. Она такая межведомственная, что, естественно, важно, потому что силами одного ведомства, силами администрации одного муниципального образования, ну, эту проблему не решить. Эта карта, можно сказать, овладела массами. Сегодня, ну, я думаю, что уже сотня, может быть, и тысяча людей в городе знают о том, как будет реализовываться этот проект. Во него вовлечены огромное количество разного рода людей, экспертов, ученых, жителей города. И главное, в него вовлечена власть, как городская, так и областная. Этот проект поддерживает общественные палаты. Большая и кропотливая работа принесет плоды только через 10-15 лет. Первоочередные работы уже ведутся. Представители бизнеса очищают дно реки от мусора, в том числе строительного. Вывозят не мешками, фурами. Ведь русло засорено всем, что попадает человеку под руку. Как говорят участники инициативной группы, сейчас река мстит ростовчанам за недобросовестное отношение. Если не беспокоить ее на протяжении 20 лет, то она, как живой организм, сама себя очистит. Но горожане не готовы отказаться от удовольствия и бросать ненужные вещи на дно реки. Вопрос экологии – это первоначальный вопрос, который возник в истории мироздания. Господь создал эту экосистему, и человек является ее частью. Первую заповедь, которую Господь дал человеку – хранить и возделывать рай. И эта заповедь никуда не делась. А это как раз пример доброго отношения к природе. То, что одни усердно выкорчевывали, другие восстанавливают. Когда-то здесь было устье реки Тимирник. Сейчас место идеально подходит для застройки. Но современный бизнес ориентируется не только на материальную выгоду, но и на интересы будущих поколений. Чтобы эти саженцы стали величественными деревьями, должен пройти не один десяток лет. За каждым нужен уход и забота, ведь засушливое лето может стать последним для растения. Члены инициативной группы уверены – человек никогда не допустит экологической катастрофы там, где работал своими руками. Сегодня в один день мы посадим более ста деревьев. Завтра мы посадим еще сто берез. Послезавтра мы посадим, ну, штук 20-со семь. Вот такой план. Подобные героические истории для инициативной группы – маленькие шаги на пути к большой мечте. Чем их будет больше, тем быстрее ростовчане смогут проехать на велосипеде вдоль чистой реки Тимирник. Задача инициативной группы – привлечь максимальное число помощников и при этом продемонстрировать пример прозрачной работы с бюджетными средствами. Важно, чтобы каждый рубль приносил пользу. Контролировать этот вопрос сможет каждый ростовчанин, неравнодушный к судьбе реки. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон православный».